Пятый класс, шестая серия. Множество. Множество – это одно из основных понятий математики. Другими словами, можно сказать, набор чисел. Мы будем рассматривать числовые множества, которые состоят из чисел. Множество обычно обозначается заглавными латинскими буквами. Множество А состоит из пяти элементов. Пять чисел составляют множество. Один, два, три, четыре, пять. Можно изобразить множество в виде круга, и элементы находятся внутри. Числа принадлежат множеству А. Так, например, четыре принадлежит множеству А. А вот число шесть не принадлежит. Оно находится где-то вне круга. Множество А содержит пять элементов. Записывается следующим образом. Пять элементов в множестве А. Порядок следований элементов может быть любой. Не обязательно записывать в порядке возрастания. Самое главное – не потерять ни один из этих элементов. Бывают множества, которые не содержат ни одного элемента. Такие множества называются пустое множество. В пустом множестве – ноль элементов. Равные множества – это такие множества, которые содержат одни и те же элементы. Так, множество С состоит из двух элементов 2 и 4. И точно из таких же элементов состоит множество D. Это равные множества. Множество А. Элементы 1, 2, 3, 4, 5. Давайте рассмотрим еще одно множество B, которое состоит из двух элементов 3 и 5. Причем, обратите внимание, 3 и 5 принадлежат не только множеству B, но и множеству А. Причем все элементы множества B принадлежат множеству А. B является подмножеством. Можно изобразить следующим образом. Это множество А, а B – подмножество. Круг в круге. Итак, B содержит элементы 3 и 5. Эти же элементы принадлежат и множеству А. Только множеству А принадлежат элементы 1, 2 и 4. B является подмножеством. Множество А. Множество А содержит 5 элементов, а множество B – 2 элемента. Переходим к сложению. Компоненты действия сложения называются слагаемая, слагаемая, сумма. Сумма – это результат действия сложения. Значение выражения, которое получится при сложении. Основное свойство сложения. Переместительное. От перестановки слагаемых значение суммы не меняется. Сочетательное. Можно слагаемые группировать разным способом. Значение суммы от этого не изменится. Третье свойство – прибавление нуля. Если одно из слагаемых равно нулю, то значение у нас не изменится от прибавления к числу нуля. А плюс 0 или 0 плюс А. Значение суммы будет равно А. Такая задача. Первое слагаемое – 250. Второе слагаемое – неизвестное число. А значение суммы – 360. Найти значение Х. Итак, значение суммы – 360. Первое слагаемое – 250. Второе – Х. А в сумме – 360. Чтобы найти неизвестное слагаемое, нужно из суммы вычесть известное слагаемое. 360 минус 250 – 110. Х равен 110. Такая задача. Нужно найти значение суммы, где слагаемое – это натуральные числа от 1 до 100 включительно. Причём числа последовательные, натуральные. Каждая следующая на 1 больше. Задачу будем решать следующим образом. Мы разобьём эти слагаемые на пары. Если слагаемых 100, значит 50 пар. И складывать будем первое с последним, второе с предпоследним. И значение суммы каждой такой пары – 101. 1 плюс 100 – 101. 2 плюс 99 – 101. И таких пар – 50. 101 умножить на 50 – 5050. 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000. Если цифра, которая меньше, записывается перед той, которая больше, то необходимо выполнить вычитание. Из 100 нужно вычесть 10. А если наоборот, вот к той цифре, которая больше, приписываются справа, те, которые меньше, нужно выполнить сложение. 100 плюс 20 – это 120. Число 95. Вот это 90 и ещё 5. Число 960 записывается следующим образом. Смотрите, 100 вычитается из 1000. Затем 10 прибавляется к 50. Это 960. Так, а это 1244. Так, давайте выполним сложение, где слагаемые – это числа, записанные римскими цифрами. 400, 50 плюс 20 – это 70. Значит, первое слагаемое – 470. Второе – 215. Значение суммы – 685. Ответ 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 – 785. Ответ – 785. Ответ – 985. Ответ – 985. Продолжение следует...